Ребята расскажут о том, что в Атаке будет создан ротационно-реабилитационный центр для бойцов АТО. Чем это вызвано, аргументировано, и уже частично специалисты для него собраны и помещение есть. Правильно? Да, совершенно верно. Добрый день всем, спасибо, что пришли. Мы хотели, в общем-то, анонсировать открытие ротационно-реабилитационного центра, который очень важен для города, ну и не только города, области, где бойцы, которые вернутся из зоны АТО, должны получить для себя юридическую помощь, психологическую помощь. Мы постараемся собрать туда лучших специалистов, которые помогут им в этом. Потому что, по сути, они... Вы не занимаетесь, не занимаетесь, а вы знали, кто помогут. Добрый. Потому что, на самом деле, люди остаются один на один со своими проблемами, они не знают, куда им обратиться. Мы хотим, чтобы это было все в одном месте, чтобы боец, придя с фронта, знал, куда ему обратиться, где он получит юридическую помощь, психологическую. Потому что часто бывают такие случаи, что бойцы, у них обостренное чувство справедливости, и когда они сталкиваются с бюрократической вот этой машиной нашей, они начинают решать вопросы как-то силовыми какими-то методами. Поэтому мы должны помочь им это все цивилизованным путем решить эти проблемы. В общем-то, у нас есть базовое помещение, в котором мы собираемся это все сделать. Более подробно расскажет Виталий об этом помещении, что там будет и как мы это видим. Добрый день, спасибо за то, что вы собрались здесь. Я руководитель проекта ротационно-реабилитационного центра в городе Харьков. Основная цель – это предоставить спектр всех услуг социальных, оздоровительных, психологических. То есть человек, приехавший из зоны АТО, должен чувствовать себя комфортно в этом центре. Почему возникла такая необходимость? В зоне АТО очень много бойцов, которые ранее жили в Луганске, в Донецке, в Крыму. Сейчас они остались фактически бездомными. То есть им некуда поехать, негде отдохнуть. Они, приезжая в наш город, с помощью волонтеров, с помощью друзей, находят какие-то места, где отдохнуть. Но фактически все равно чувствуют себя брошенным. Мы хотим полностью взять функцию, проявить полностью заботу. Заботу в плане помощи, оформления каких-то документов, реабилитации после ранений, если такие будут. Ну и плюс есть уже договоренность с учебно-производственным комбинатом. Люди, которые пожелают, могут даже обучаться, получить специальности. Опять же, в планах работа с центром занятости, и мы сможем предоставить, например, какую-то работу, если человек уже демобилизовался, и мы его вернем к нормальной жизни. Добрый день. Я Олег Ширяев, командир роты «Схидный корпус». Это рота в составе МВД, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на сегодняшний момент. Это рота, созданная из харьковчан, дислоцируется в Харькове и так далее. Но есть, так сказать, даже у нас в подразделении есть люди, которые родом из Донецка, Луганска. То есть люди, которые переехали в связи с сложившимися обстоятельствами, они не смогли там жить, не смогли на это смотреть, на формирование псевдореспублик этих и так далее. То есть они бы не ужились с агрессором, имея такую стойкую проукраинскую жизненную позицию. Поэтому они приехали сюда, на сегодняшний момент они служат в лавах нашего подразделения и живут на нашей базе, например. Ну, находятся на постоянной основе, на казарменном положении. То есть это что касается ситуации на примере «Схидного корпуса». То есть что касается ситуации в целом. Смотрите, у нашей страны, у нашей Родины, у Украины, самое ценное на сегодняшний момент, это мое субъективное мнение, это бойцы, которые воюют за это государство. Это люди, которые готовы отдать свою жизнь, время, отойти от семьи, оставить тут жену с ребенком и так далее. И уйти воевать за эту страну и защищать территориальную целостность и независимость нашего государства. То есть это вообще, это очень ценные люди и в Европе, в Германии, в Канаде, в США, во всем цивилизованном мире. Понимаете, таких людей всегда уважают, почитают, с ними работают и так далее. На примере США скажу, что война во Вьетнаме, то есть ветераны Вьетнама до сих пор проходят реабилитационные какие-то программы, которые помогают им там реабилитироваться и физически, имея какие-то физиологические проблемы, и психологически, понимаете. Потому что война, она затрагивает все аспекты жизнедеятельности человека в целом. То есть недаром, ну знаете, там умные люди говорят, что жизнь это борьба, жизнь это война постоянно. Да, так и есть. И когда война пришла в нашу страну, она коснулась и экономики, и административного аппарата, и армии, и структуры МВД. Коснулась и пап, и мам, и детей наших и так далее. То есть вот на сегодняшний момент всех этих людей мы готовы принимать в этом реабилитационном центре. То есть там будет работать психолог. Ну то есть на сегодняшний момент тенденция идет к объединению всех здравомыслящих организаций. Там, пожалуйста, не надо терять там организационную идентичность. Но вместе, вы должны все понять, что вместе мы сделаем больше, чем каждый сделает по отдельности. То есть самая главная тенденция сейчас – это объединение. Вот на сегодняшний момент, да, не все там сладко в нашем государстве. Но хватает волонтеров, хватает здравомыслящих людей, которые готовы взяться за решение данной проблемы. Первое. Имеем ребят, которые являлись жителями Донецкой, Луганской области, Крыма и так далее. Куда они поедут на ротацию? Где мы можем разместить их, чтобы они отдохнули, понимаете? Получили квалифицированную помощь юриста для того, чтобы оформить участника боевых действий и так далее. Для того, чтобы получить профессиональную помощь психолога и так далее. То есть, да банально отдохнуть, помыться, остановиться, постирать вещи. Просто, ну, отдохнуть от войны. У каждого подразделения и в ЗСУ, и в МВД, и в Национальной гвардии проходят ротации. Вот обратиться людям некуда. На сегодняшний момент мы, я еще раз повторюсь, тенденция идет к тому, что наши организации взялись за то, чтобы решать эти вопросы. Мы готовы к сотрудничеству, готовы к помощи, принять помощь каждого, для того, чтобы организовать такой реабилитационный центр, ротационно-реабилитационный центр в Харькове. Так, дальше я передам слово Руслану. Он является бойцом Айдара. Он сейчас вам все расскажет от первого лица, как он был, как он это все видел, проходил и так далее. Руслан, у вас, конечно, сложное обстоятельство было. Вы, буквально, недавно вернулись из плена и столкнулись действительно с теми пониманиями, юридическими сложностями. Насколько необходим такой цель? Необходим. И я считаю, что и не один такой центр должен быть. Есть еще семьи, которые также проходят испытания, как и мы, которые боремся за нашу независимость. Очень интересная идея. Главное, чтобы она была осуществима. Что касательно нас, которые приходят, я уже месяц, больше месяца я здесь, я не могу еще привыкнуть к всему происходящему. Я приезжаю в штаб, мне надо, я как доброволец с самого начала, еще с мая месяца, 2014 года. Мне теперь приходится доказывать, что я доброволец, что я принимал участие в боевых, что я получил ранения, что я был в плену. Надеюсь, что такие центры помогут многим, которые попадают в такие сложные ситуации, в первую очередь, психологически. Это очень серьезная поддержка. Привыкнуть к тому, что происходит здесь, очень тяжело. Я за этот месяц был уже и в Днепропетровске, и в Киеве, и в Новомосковске у себя в батальоне. Все новое. Ничего, так как раньше, я не заметил. Уважение к нам, да, оно словесное, по-большему. Да, нас уважают, ну, мало кто помогает именно действительно, потому что надо. Такие центры нужны. Я столкнулся вот с супругой тоже, вот если взять семейный, быть обыкновенным. Мне очень нужна психологическая поддержка в этом плане, потому что тяжело это все пережить. После того, приехать сюда, увидеть, радостно видеть, конечно, что люди улыбаются, счастливы. Ну, пока еще тяжело. Со временем, надеюсь, когда будут такие центры, ребята, много таких ребят. У меня знакомые такие есть, со мной в плену сидели, которые вышли и не получили нигде никакой поддержки. Сами бегают, сами все решают, сами с ранениями. Друг у меня, который со мной в бою был, он вообще без ноги там ему. И я его видел в Киеве, встретился, ну, что говорю, Макс, он говорит, ничего, ни УБД, никаких документов, ничего нет. Никто ничем не хочет заниматься. Это что касательно добровольца. То есть мы пришли, мы нигде не оформлялись, нигде взяли, нам дали автоматы, мы пошли. Так я очень, Саша, рассказал, мне очень интересно. Тем более в нашем городе. Это вообще. Давайте перейдем к вопросам, потому что есть цель. А на член к службе новости вести канал-фора. Несколько уточнений, наверное, ко всем спикерам сразу. Вот этот центр, я так понимаю, это, в свое роде, и гостиница, и здание, куда можно будет прийти, за нас субстанцией, за помощью. Немножко подробнее, чтобы можно было понять, сколько людей он примет, когда начнут действовать. И самое главное, это опять, было бы, предоставительная волонтерская инициатива и задействовать финансирование, и все-таки включится в город, область государства, хотя бы на каком-то году. Центр у нас многофункциональный, то есть мы планируем предоставлять несколько уровней помощи, то есть, включая работу с молодежью, то есть бойцы, которые прошли АТО, должны включаться в общественную жизнь, общаться с молодежью, патриотически воспитывать ее, они будут повышать свою значимость в обществе, собственная самооценка у них будет подниматься, то есть они будут видеть горящие глаза детей и будут понимать, для чего они это делали. Соответственно, обратная связь, это дети, то есть будут понимать, что такое война, что происходит вообще, и на личном примере боец может рассказать, для чего нужно любить Родину, защищать ее, не сидеть дома на диване, в интернете писать, только воевать в интернете, что нужно действительно поднять свой зад и пойти помочь им, то есть не обязательно воевать, но хотя бы просто в быту. Помещение у нас есть, помещение нам предоставил предприниматель, огромное спасибо ему. есть несколько кроватей, столы, какие-то там предметы, там быта, ну в общем, это всего очень мало, потому что никто не планировал изначально строить там реабилитационный центр. Да, сейчас нам нужна помощь, на помощь мы надеемся, нам будут оказывать волонтеры, может быть, какие-то социальные программы мы выпросим у города, у области, ну, пока мы еще, как бы не вели переговоры, ну, надеемся, во всяком случае, что нам помогут, потому что дело общее, и нам хотелось бы, чтобы как можно меньше было таких случаев в городе, например, или вообще в Украине, когда человек стреляет водителем маршрутки из травмата, потому что у него там возник какой-то словесный конфликт, то есть надо приводить в порядок психическое состояние, как-то занимать людей, то есть показать о том, что мы с ними, о них заботимся. Татьяна, может, Вы расскажите то, что сейчас первоначально первые потребности, да, и как Вам нужно это все передать, как связаться? Ну, потребности, наверное, у нас сейчас, у нас есть 10 кроватей, мы хотим человек 30 хотя бы, чтобы для начала у нас было, то есть у нас сейчас проблема там с кроватями, постельное белье, матрасы, ну, и плюс кухня, вот это сейчас кухня, то есть и, ну, наверное, продукты питания там. Остальное, я думаю, мы охрана специалистов уже будем как-то сами привлекать, кто-то на волонтерских основах, и охрану поможет, вот, наверное, схидный корпус там, и плюс цивильный корпус там, добровольцы будут как-то по очереди дежурить там, охранять. Ну, думаю, мы думаем, что случатся все, правый сектор, в частности. Да. Я как раз хотел сказать по этому поводу, вообще отличная идея, Сергей Густров, начальник слабого патриотического сектора, потому что знаю на себе, ощущение, знаю по себе, когда приходишь сюда, действительно, даже человек, который был намного меньше, напередовой, чем присутствующий здесь, ну, спикер, сталкивается с огромным количеством проблем. И когда ты воюешь там, тебе кажется, за тобой вся страна, когда приходишь сюда, на самом деле, я никому не нужен. Поэтому люди, а ПТСР, это такая вещь, даже физически здоровый человек, все равно, там, короткое перебывание на передовод, все равно, остальное на себе следит. ПТСР все равно в том случае чувствуется. Поэтому психологическая реабилитация, то есть, помощь в решении проблем, это очень важно. Но если даже вот схидный корпус, у полказов, ну, вот первый задумались, ну, не задумались, все мы думали, мы сделали первый шаг, естественно, я вот как раз по этому поводу и тоже хотел задать вопрос. Потому что для правосекторов, у которых на данный момент сейчас нет никакой легализации, пока еще надеемся, что в следующий момент все-таки появится и никакого финансирования наши бойцы как раз в этом отношении намного больше, ну, как бы, потому что, посмотрите, по ситуации по Мариуполю погибли семь человек, трое из которых правосектор, за правосектором вообще не говорится ничего, никто ничего не говорит. Но, опять-таки, не хотим быть, ну, так сказать, нахлебниками, скажите, готовы включаться, нужно, важно, интересная идея, готовы включаться, скажите, что нужно, давайте помогать, опять меня с собой. мы ни в коем случае не считаем вас нахлебниками, мы вас позвали специально для того, чтобы объединить наши усилия, то есть мы открыты для всех, в первую очередь для добровольческих формирований, это, ну, вообще считаетесь нашими побратимами, то есть в первую очередь, наверное, рука помощи будет протянута вам, и я думаю, вы уже предложили, тоже нам протянули свою руку, мы будем вместе работать. Спасибо. Есть вопрос. Анастасия, Сергей Кобегович, новости, в принципе, ко всем, какие сейчас у них 10 кроватей планируете 30 человек, набраны ли они уже, и как вам обращаться, собственно, этим бойцам, какие сейчас первые шаги? Ну, смотрите, с сегодняшнего вечера мы включим телефон, мы после пресс-конференции дадим номера, на которые можно будет звонить, там, обращаться с помощью, потом плюс записаться к нам, там, проконсультироваться, то есть телефонные номера мы вам дадим. Думаю, с 25-го числа мы уже сможем после праздников начать работу, то есть будем стараться как можно быстрее начать это делать, но надеемся, если нам помогут, количество увеличится, создадим страничку в соцсетях, сайт, наверное, люди будут наглядно в интернете заходить и смотреть все наши услуги, какие условия, то есть вы думаете, что вы хотели временно жить или как-то могут доставаться до тех, кто на ротации в регионах тоже могут помнить? Ну, смотрите, в первую очередь это направление для людей, которые едут на краткосрочный отдых с передовой, то есть им негде поселиться, то есть человек, живущий в Луганске, он не может вернуться в Луганск, ему надо отдохнуть 10 дней, краткосрочный отпуск и за это время мы его должны принять, уделить ему внимание и всячески помочь в его бытовых каких-то нуждах. Ну, где-то так вот. Здание в черте города? Да, здание в черте города находится на проспекте 50 лет СССР в районе Олимпийской, если знаете, там, оранжереи и рядом возле церкви есть это здание. Вот если у вас будет желание, мы можем провести экскурсию, вы своими глазами увидите и поймете насколько масштабно это все-таки у нас задумано и это действительно нам уже есть чем похвастаться. Вопросы тогда я решать вопроса дам. Скажите, планируете ли вы в штат центра привлекать демодеризованных обоих, потому что в мирной жизни они тоже были юристами, где-то психологами, может быть, они лучше всего знают, что это нужно. И какие специалисты нужны для украшения этого сказать? Смотрите, в первую очередь наверное психологи. Психологи, потому что он должен быть не один, а несколько человек, плюс массажисты, какая-то лечебная физкультура, то есть люди, которые проводят реабилитацию после ранений, после травм, каких-то переломов. И юристы, наверное, мы хотим все-таки создать не одного юриста, посадить, должен целый юридический отдел быть, то есть помощники юристов, то есть молодежь приветствуется, которая должна обучаться, то есть будем привозить психологов очень сильных, которые смогут обучить молодых специалистов, и они уже в дальнейшем будут работать именно в этом направлении. есть два психолога, юристы, массажисты у нас сейчас на данный момент. Помощь в трудоустройствах, если это мобилизованные и так далее, то есть это тоже нужно оказывать и тоже этим будет придать. по поводу мобилизованных хотел бы сказать, да, мы планируем, и это вообще было бы прекрасно, чтобы человек, понимая все эти проблемы, он на собственном опыте уже мог работать и помогать. То есть это ему очень близко будет, и он будет очень профессионально работать на этой работе. еще и прощение к бойцам, те, которые должны вернуться в память, да, Михаил Пасковник. Да. Спасибо. Если нет вопросов, спасибо большое. Отдал. Все.